Я пришла на завод после того, как у нас расформировали поликлинику ЛВРЗ. Так как я всю жизнь работала на железной дороге, я решила не изменять своим принципам. И пришла на завод, где работали у меня родители, мама и папа. Поэтому я оказалась на заводе уже 16-й год. Работаю и не сожалею об этом. У меня мама всю жизнь работала на электронном участке. И я, когда маленькая в то время была, да, свободный доступ. Мы приходили, смотрели. И мне нравилось, как она паяет, работает с паяльником. И в данный момент у меня работа тоже связана с пайкой. Как будто бы детская мечта, вот как раньше хотела, да, она у меня осуществилась. Морально я не скажу, что сложно. Физически, да, немножко это тяжелый труд, нелегкий. Но любая работа, она требует каких-то усилий для достижения результата. Поэтому, чтобы поработать, ой, чтобы покушать хорошо, надо хорошо поработать. Мама, ну, так скажем, дома она как мама. Здесь ее как мама, ну, сложно воспринимать на самом деле, потому что делает она достаточно серьезную работу. Она делает физически сложную работу, начнем с этого. То есть, ну, здесь она, не знаю, она, так скажем, даст фору любому мужику. То есть, ну, мамой я горжусь на самом деле. То есть, ту работу, которую она делает в бригаде, вообще для завода в целом, ну, это очень сильно. Да я как-то уже, честно сказать, и привык уже, что дома, что здесь. То есть, даже на работе мы даже больше общаемся, чем дома, получается так. Домой пришли поужинали отдыхать, а здесь-то все равно. Большая часть на работе проходит у нас времени. У меня мама работает здесь, отец, получается, дядя, двух сестер, мужья тоже здесь работают. Ну, и я, собственно. То есть, все. То есть, в таком коллективе, ну, довольно-таки просто работать, легко. То есть, общий язык найти гораздо проще, когда все свои. Я вижу их каждый день всех. Я их знаю о физическом здоровье, о моральном, о эмоциональном. В трудовом коллективе, работая вот одной семьей, да, как будто бы ответственность больше. Нужно не подвести, не опозорить, грубо говоря. Мы должны заражить репутацией семьи. У нас одна бригада, да, мы, в принципе, и живем бригадой-то. Что семья получается, что бригада, своего рода маленький кусочек бригады, всегда можно вопросы даже порешать, какие-то за территорией завода. В плане того, заставили нас или нет, ну, как сказать. В принципе, я вообще не собирался на завод никогда устраиваться, как бы был против этого. И дедушка меня, в общем, начал звать сюда, как бы, потому что вся семья здесь, как бы, и он начал меня к этому делу подтягивать. Ну, я максимально, как бы, отрицал, не хотел. И потом, в сентябре 2014 года, он мне говорит, приходи хотя бы на три месяца. До 31 декабря временно, ну, устроим тебя, говорит, на три месяца. Поработаешь, попробуешь, понравится, не понравится. Ну, и все, пришел я в сентябре 2014 года на завод. И, как бы, уже на протяжении 10 лет, получается, до сих пор здесь работаю временно, как будто бы. Сначала Виктор Борисович работал здесь, я пришел. Ну, и постепенно вся семья здесь оказалась в одной бригаде. Я пришел на завод в 69-м году после школы. Здесь работал отец у меня. Ну, и так затянулось, что до сих пор работаю здесь. Ну, наверное, глядя на родителей, и дети пошли сюда на завод, потому что на заводе была, ну, самая перспектива. Я предложил ей, говорю, на завод пойдешь, она сказала, пойдем. Ну, и пришла на завод, и сейчас ее отсюда уже не выгонешь. На заводе меня устраивает стабильность, уверенность в завтрашнем дне, то есть соцпакет всегда, отпуск, санаторно-курортное лечение, все социальные гарантии, которые может дать, мне кажется, наш государство, они на заводе все у нас имеются. Большую роль сыграл приезд Мишустина на наш завод. После этого у нас появились большие инвестиции нам, вливание в завод. Соответственно, новое оборудование, новые какие-то технологии внедряются. Я вообще не представляю смену власти. Мне кажется, в данный момент у нас самая стабильная политическая обстановка, и кроме нашего президента я никого не вижу. Мне кажется, в данный момент, в данной ситуации, кроме него никто не сможет. Самое главное то, что стабильность, то есть я знаю, что 10-25 числа я получу свои денежки, и денежки, так скажем, на сегодняшний день достаточно неплохие по всему региону, если брать зарплату. То есть, ну, я думаю, для каждого из нас первое, первое очередное – это деньги, сколько мы получим денег. То есть меня стабильность забрала на завод. Ну, это было давно. Ну, гуляли, случайно встретились весной. Ну, поженились через год. Люблю семейный уют, люблю вот прямо облагораживать все. Мне кажется, я хорошая жена. Я люблю готовить, я люблю принимать гостей. Каждую субботу мы собираемся у нас дома, приезжают внучки. У меня две внучки, третья будет вот сейчас в этом году. Это уже традиция, да, никого мы нет. Не забываем, помимо работающих на заводе. Готовить – это ее конек вообще. Чистота, уборка дома. Ну, и воспитание детей, внуков, внучек. Мне кажется, внучки ее больше, чем родители любят. Всегда к нам рвутся, бабушка с дедушкой переночевать у вас можно. Нередко получается, что у нас остаются они. Мама, я не строгая. Я своих детей ни разу пальцами не тронула. Я всегда своим детям доверяла. У нас всегда были доверительные отношения, как будто бы не было никаких тайн в детстве. Все на доверие, все на… Я их очень люблю, своих детей. Думаю, они у меня тоже. Потому что если бы было как-то по-другому у нас, отношения не были бы такие теплые. Как мама, она добрая, то есть, ну, она меня никогда не ругала. То есть, даже если где-то я промахивался по этой жизни и что-то делал не так, она меня никогда не ругала, она просто меня всегда направляла. В 14 лет он ушел гулять, и эти были ночные клубы компьютерные. Ну, и где-то в 11-м часу зима была, я, блин, выхожу, ищу там еще с родственницей, у нее тоже сын. И они выходят из-за поворота. Она своего трепет. А я его видела, я разрыдалась. Господи, ты голодная, целый день бегу. Да пошли домой, она говорит, убила бы я, а я, слава богу, что живой, я его домой накормила и спать положила. Вот такая мама. На работе, если нужно сделать мне замечание, она делает, то есть, ну, она этого не стесняется. Но в любом случае мы придерживаемся все равно на работе более такие рабочие отношения. То есть, как бы, семейное и рабочее мы немного разграничиваем все равно. То есть, сейчас я стал бригадиром, как бы, я могу от нее чего-то потребовать, и она от меня, как от бригадира, может, соответственно, требовать тоже как работник. Она добрая очень, добрая, отзывчивая, всегда придет на помощь, чтобы это не случилось. Вообще, очень хороший человек. Никогда не заставляли ребятишек не убираться, ну, так вот, что прям насильно, ничего. Хотят, убирают. Нет, не надо, сама сделала. Думаю, вырастите, в своей семье еще наделаетесь. И выросли, как будто бы, неплохие. Что Андрей ответственный, очень ответственный. Что воспитание ребенка, да, что как хозяин, ну, от семьи, очень любит свою жену, прямо такой весь, да. И дочка тоже, дочка прямо такая хозяйственная, вся, не по годам, мне кажется, она какая-то мудрая. А мне кажется, если бы мы их забили с детства вот этим, да, всем, делай то, делай это, это нельзя, вот иди сюда, вот этот тотальный контроль. Мне кажется, они бы, может быть, обозлились на нас, и убежали бы быстрее. Все здесь, все на виду, что дома, что на работе, так и получается. Счастливая семья, можно сказать. Я счастлива на 100%. У меня из жизни все. У меня живы родители, живы здоровы. У меня прекрасные дети. У меня прекрасные внучки. У меня хорошая невестка. У меня хорошие зяты. У меня муж. У мужа родители живы здоровы тоже. У меня получается полноценная семья. Ничего нет такого, да, что... Что можно пожелать? Деньги, вот это вот все. Это же все мишура такой. Самое главное, чтобы близкие были счастливы, здоровы, бнины. Все. Живы, да. В данный момент мне ничего не надо. У меня все есть. Ну... 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 Ну...